Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение Лену Ланге. Даже не знаю, сколько роликов, много роликов сразу, потому что Лена у нас сейчас очень продуктивна, по два видео в день. Каждый день поста в Instagram, Stories, то есть Лена всерьез старается развивать свои социальные сети. Я так понимаю, она выбрала это как основной вид своей деятельности, то есть в ее, наверное, мечтах она такой мотиватор всего YouTube, Instagram и прочего. Но обо всем по порядку, как всегда, уточняю, что видео несет развлекательный характер, и здесь я высказываю свое личное субъективное мнение. Начнем с того, что Лена сменила свою аватарочку на YouTube-канале. Если раньше у нее была такая картинка рисованная, то сейчас она в кадре с мужем и с детьми. То есть такая дружная семья, большая. Трой, помимо жены, одновременно получил еще и детей, которые вполне себе дополняют его образ, а коуча, бизнесмена. Семьянина вот только не хватало в его портрете, и теперь он может себя в том числе показывать как вот такой хороший папа, и не только муж. Давайте, наверное, начнем в обратном порядке. И последнее видео, которое я посмотрела, это про подругу, которая уже 10 лет проживает в Мексике. А как она туда попала? Да просто приехала по работе на месяц, в аэропорту встретила мужчину и осталась. Даже не села на свой рейс, несмотря на то, что билет стоил полторы тысячи долларов, и потери у нее бы были внушительные. К слову, эту историю мы уже слышали. Лена ее уже рассказывала. По-моему, в прямом эфире у Натальи Фальконе, либо в прямом эфире у себя на канале. Но в любом случае материал не новый. Это первое, что я отметила. Второе, то, что Лена пересмотрела, наверное, обзорщиков. Раньше она просто заставочками к видео вдохновляла, а сейчас решила перенять немножко формат. То есть нам отредактировали и поставили видеоряд, который не имеет, по сути, не иллюстрирует то, о чем Лена рассказывает. Это дорога. Лена едет и рассказывает историю. Она даже не стала ставить свое лицо в кадр. А просто у нас идет закадровый голос. То есть 100% попадание, как это делают обзорщики, и я в том числе. Еще в этом ролике выяснилось, что есть какие-то девочки, которые Лене пишут, просто забрасывают ее письма, не переживают, когда же Ольга Брэндовна наконец-то вернется в свой брукманский магазин и начнет продавать новую порцию мексиканских барсов и тушканов. Лена говорит, девочки, вернулась, мама. Вот переходите, новая порция тушканов подъехала. Такая себе реклама. Сделаем вид, что мы ничего не заметили. И сделаем вид, что Лену действительно спрашивали, интересовались и переживали желающие приобрести в срочном порядке товары из Америки. Второе видео – это видео про воспитание детей, а конкретно сына. И сразу же у меня возникает вопрос, а почему мы постоянно воспитываем сына? Самого тихого такого мальчика, помощника, скромного, воспитанного по сути. Мы продолжаем концентрироваться и уделять внимание именно на его воспитании, но при этом почему-то не воспитываем дочь достаточно шумную, которую, возможно, стоило бы немножко воспитать, так сказать, уделить некоторым моментам внимания. Но нет, почему-то вот сын у нас главная проблема, и именно сына нужно воспитывать. И помогает там воспитание теперь трой. Не знаю, мне даже интересно, как к этой ситуации относится биологический отец ребенка, что вот появился какой-то новый папа после трех свиданий, по сути, очень быстро поженились, в Мексику увезли детей, и при этом вот этот новый папа, у которого нет своих детей, у которого, соответственно, нулевой опыт в этой сфере, он начинает давать Лене советы, к которым она прислушивается. Да, и первый совет, что не нужно там целовать, обнимать и прочее сына, потому что он мальчик, а нужно быть построже, наказывать и прочее. Лена, собственно, советом воспользовалась и сама признается, что у них были очень сложные две недели. То есть и так вот этого самого скромного ребенка его еще больше прессует, при этом почему-то не обращает внимания на воспитание дочери. Загадка. И этот ролик, к слову, тоже сделан в формате обзорщиков. То есть у нас есть заранее снятый материал, дети играют, и вот та закадровый голос, то есть самой Лены тоже в кадре нет. Еще чуть-чуть, и Лена откроет свой обзорческий канал, и не знаю, с кого начнет она свои обзоры, возможно, меня будет обозревать, возможно, маму свою, кто знает, посмотрим. Но формат такой ей явно понравился. Едем дальше, копаем глубже. Главное тут лопату не сломать в этих раскопках. Предыдущее видео. Лена обстригла себе волосы. Да, вернее не так. Лена обстригла себе эти косички. Непонятно, свои волосы задела, не задела. В любом случае получилось коры. Походила Лена с коры, посмотрела, что лучше не стало. Нужно дальше что-то делать и сняла косички. Тут же мы узнали, что самая страшная вещь, которую Лена могла услышать от дочери. Нет, не я беременна в 13-16, а именно это телешо очень любит и смотрит Нелли. Нет, самое страшное, что мама, у тебя выпадут волосы. И как в воду глядела, 30% волос. Уж не знаю, пересчитывала ли Лена волосы вручную. Потому что мне приходилось сталкиваться с такими людьми, которые действительно заморачиваются и пересчитывают поутру волосы на подушке. В общем, каким-то образом Лена высчитала, рассчитала. А мы помним, что устный счет у нее на пальцах. То есть, чтобы пересчитать волосы на подушке, пришлось, возможно, затратить массу времени. Но в любом случае, есть некая цифра 30%, которую Лена вот эти 30% потеряла после ношения косичек. И вы знаете, я вовсю, конечно, понимаю. Лена сейчас у нас говорит, что отращивает свои волосы. Вернее, даже не сейчас. Еще в Екатеринбурге она начала это говорить. Все, больше никаких нарощенных волос и прочее. И вот косички, которые, собственно, действуют на волосы точно так же, как наращивание. А про наращивание Лена, конечно, эти ролики удалила. Но я помню, где она плакалась, рассказывала свой опыт, как она облысела. То есть, все-таки, ну, мы любим танец на граблях. Это нас развлекает, завлекает. И почему бы нет? Нам тоже на это вполне себе весело и забавно смотреть. Лену, конечно, предупреждали, что от косичек будет такой эффект. Но ей хотелось перемены и изменений. И вот имеем, что имеем. Тут, знаете, с волосами, если уже решила отращивать свои, терпи. Но у Лены не получилось. Хотя, в любом случае, у нее всегда есть план Б. Мы помним, на свадьбу она цепляла мексиканского тушка Анатоли Барса. Получилось, кстати, неплохо. По крайней мере, на тех фотографиях, что показывали нам. В видео Ольге это выглядело страшнее. Так вот, план Б, собственно, в этом и заключается. Что если выпадет еще что-то, всегда этого Барса тушкана можно прикрутить, примотать себе на голову. И рассчитывать, что никто не поймет вообще в чем дело. И примет эти волосы за свои. Следующее видео про смузи и мотивацию. Такого, девочки, я, конечно, еще не видела. Лена делала смузи, зачитывала нам информацию из Гугла, из Википедии. И, наконец-то, мы узнали, что в овощах есть углеводы. Парочка нутрициологов во время просмотра этого видео застрелилась. Я просто в этом уверена. То есть, чувствуется, что человек не разбирается в теме. Но зачем в таком случае учиться других? То есть, это зачитывание по бумажке, некоторых слов даже по слогам. Ты, по сути, не понимаешь, что ты говоришь. Но я вас сейчас всех научу. Так вот, научили нас тому, что нужно пить смузи, там углеводы. Брокколи тоже жутко полезная вещь находится в составе. Еще добавили добавочку. Да, она хорошо помогает от перхоти. Вообще, конечно, интересные вещи я узнаю из роликов Лены. Лены, оказывается, что я всегда думала, что перхоть лечит наружно. Но нет. Оказывается, если крутить себе смузи, добавлять добавочки, то можно тоже избавиться от перхоти. То есть, когда Лена читала эту информацию в Google, она даже не сортировала то, что ей не подходит для данной конкретной ситуации. Ну ладно, смузи это как бы полбеды. Дальше, что меня просто убило. Лена смотрит мотивационные видео. И, наконец-то, у Квика она узнала. То есть, чтобы до этого дойти, нужно было прожить 34 года, посмотреть мотивационные видео Квика. И тогда узнать, что нужно с утра заправлять постель. Я боюсь, конечно, кого-то обидеть. Ну, мало ли есть люди, которые не знают, что если заправить кровать с утра, как-то организовать свои вещи, чтобы там на тебя они не падали тебе на голову и не был дом полностью захламлен, то дышится тебе лучше, голова у тебя тоже работает лучше, потому что ты концентрируешься лучше, ничего тебя не отвлекает. Возможно, такие люди есть. И я, если честно, не хочу вас обидеть ни в коем случае. По крайней мере, вы это не транслируете на YouTube. Просто учитесь, допустим, кровать заправлять. А Лена этому учит. То есть, за кого она принимает большинство из-за своей аудитории. За людей, которые не знали, что нужно заправить кровать с утра. И именно для этого они подписались на канал Лены Ланги, чтобы она посмотрела квик, вынесла оттуда эту супер полезную информацию и потом поделилась с ними. Резюме по мотивационным видео Лены. Наверное, ей можно работать с мотиватором, коучем смело, но только где-то на уровне детского сада. Возможно, начальной школы вещать на взрослую аудиторию, ну это, извините меня, конечно, но это смешно. То есть, здесь даже не капитан очевидность. Это, я даже не знаю, как это даже не назвать, а обозвать. После следующего мотивационного ролика мы наверняка узнаем, что после душа нужно использовать полотенце. Чистить зубы два раза в день, пользоваться шампунем, чтобы отмыться, а не просто водой, к примеру. Девочки, нас ждет еще очень много откровений. Вот хотя бы узнали, что в овощах есть углеводы, уже хорошо. Ждем новых откровений, да. Ну и еще Лена выпустила один ролик, где выставила старый отснятый материал, когда она только прилетела в Мексику и усиленно делала вид, что она еще в Екатеринбурге. То есть, нам постили старое видео, а потом и вовсе пропала. И по поводу этого отснятого материала могу сказать следующее, вот как я это вижу. Ложка хороша к еде. То есть, если ты уже поел первое, второе и компот закусил десертом и лежишь с несварением желудка, то ложку тебе тащить уже не обязательно. Так и с Лениным роликом. Если бы она это выпустила сразу, как ее нашли, а еще лучше до того, как ее обнаружили в Мексике, вот это был бы вау, вот это был бы фурор. Ну а сейчас что там уже смотреть? Как покатались мы на лодочке когда-то там перед Новым годом? Здесь уже, что называется, ваш поезд ушел. На этом все. Пишите, что думаете. Все, пока.